Здравствуйте, это Viva Telecom и мы сегодня представим вам супер необычную антенну, вот такая антенна длиной 85 сантиметров и главная ее особенность она надувная, то есть вот эта вся конструкция сдувается, она становится малой по габаритам и по весу, но в рабочем состоянии она становится вот таким вот мечом сейчас тогда у нее все необычно в этой антенне, то есть и комплектация и вот внешний вид сейчас измерим ее тогда на радиостанции, ну примерим в смысле как она будет устанавливаться и комплектацию я вам тоже покажу и самое главное проверим ее эффективность Руд Хаммель конечно был бы в шоке, что могут от того, что могут изобрести китайцы Начинаем, не забудьте подписаться на канал, наша следующая цель 100 тысяч подписчиков Так, ну смотрите, по конструктиву в собранном виде она вот такая длинная 85 сантиметров у нее длина, я уже замерял, 85 сантиметров она Разъем в данном случае у нее SMA розетка Есть также варианты, здесь вот даже указаны BNC, SMA, вилки и розетки TNC и даже есть на Motorola, то есть с болтом Усиление заявлено 3 дБи в нижнем диапазоне, 5 дБи в верхнем Вот она сейчас у нас, так и 86 грамм вес у нее всего лишь КСВ они кстати обещают меньше полутора, ну сейчас это проверим Максимально подводимая мощность 20 ватт Диапазоны частот 2, 136, 174, 400, 520 Внутри не тросик, а какой-то плоский элемент стоит Поэтому тоже это посмотрим сейчас В собранном виде я тоже вам покажу, сдую ее То есть сама конструкция, вот эта часть с разъемом антенны съемная Здесь у нас внизу болт с отверстием Отверстие для чего нужно? Для того, чтобы антенну эту сдуть при надутом состоянии или из надутого состояния Вот эти части, я так понимаю, они служат для того, чтобы в этом месте антенна не перегибалась И не была большая нагрузка на вот сам этот штуцер, через который подсоединяется эта лента и сам антенный разъем Так, я тогда сейчас ее сдую и покажу, как она в разобранном виде выглядит Что идет в комплекте? Идет вот такой шприц для того, чтобы была возможность надуть антенну И вот такой идет ключик с отверстием для того, чтобы через ниппель данную антенну сдувать обратно То есть, каким образом это делается? Откручивается антенный разъем Вставляется Этот ключик, грубо говоря, назовем его так И, соответственно, антенна сдувается Я, кстати, провел исследование небольшое Оставил ее в надутом состоянии на сколько? На сутки Никаких проблем, то есть, нигде антенна не пропускает Ну и, соответственно, все Вы после того, как сдули ее Можете Сложить И вот она буквально Такого размера То есть, в эту коробку Вы можете антенну убрать И вот такой компактный размер Я сейчас попробую ее надуть тогда Без, ну, просто ртом она надуется или нет Без шприца специального Посмотрим, хватит ли легких Без специального инструмента Ну, чтобы этот инструмент не таскать И тогда можно вообще в карман ее убрать Эту антенну Также идет две прокладочки еще в комплекте Для того, чтобы обеспечить более плотную установку На антенный разъем радиостанции Так, в общем, можно и легкими надуть Ведь и грелки надувают Поэтому, если постараться То можно без использования шприца Насоса Надуть ее Так, для того, чтобы использовать шприц Снимаем втулку Которая уходит в ниппель Накручиваем Сам шприц Там, в принципе, внутри Я так понимаю, в пластике нарезана тоже резьба Ну и все И надуваем, соответственно Да, ни разу еще антенны не надувал Надо сказать Это, конечно, шоу Они меня удивляют Своей изобретательностью Но, кстати, способ действительно интересный То есть, такой компактный размер И в итоге получается Такая длинная антенна Высокоэффективная В общем-то, из-за того, что площадь излучения у нее будет большая И высота подвеса тоже Поэтому, да, если она еще и настроена нормально То это будет прямо вообще Очень эффективное решение Ну и все То есть, шприц потом откручиваем Ничего делать не нужно Уже просто накручиваем антенный разъем С этим основанием И подключаем к радиостанции Давайте я, например, тогда Сейчас измерю Но вот опять же Да, на UV9R+, на UVXR Баофенг данная антенна не подойдет Потому что не влазит в разъем Вот в это углубление Антенная Но на пятерку, я думаю, проблем быть не должно Да, в принципе, нормально Даже без прокладки, я думаю, она встанет хорошо То есть, да, все Никаких зазоров не остается Антенна накручена Да, конечно, выглядит очень и очень забавно Так, теперь Здесь немного неровно Вот здесь еще тоже в этом месте Можно подкрутить Вот таким образом Так, теперь на 82-ю Давайте станцию я еще примерю Тогда заодно вам покажу С 82-ю тоже, я думаю, проблем не будет Потому что у нее углубление Антенного разъема не такое большое Ну да, все хорошо Она встает Держится Под собственным весом, в принципе, если станцию Держать вертикально То она Не прогибается Если же Если антенну Наклонять горизонтально Ну, в принципе, даже здесь Она держится, в принципе, горизонтально тоже Но, смотрите, нагрузка уже на антенный разъем Начинает увеличиваться Поэтому лучше так не делать То есть, для связи лучше антенну держать Тогда эту строго вертикально Так и максимально эффективно она будет работать И нет нагрузки на антенный разъем Она хоть и не тяжелая Но все равно из-за вот такого большого рычага Будет возникать Некоторое Воздействие На станцию Так, ну все Давайте теперь снимем графики КСВ с этой Чудо-антенны Посмотрим, что она из себя представляет Так, нижний диапазон частот 135-175 Антенна на некотором участке вполне рабочая То есть, от 135 до Фактически, если по трем брать То до 158 МГц Она у вас прием-передатчик не выжгет Так, минимальная КСВ как раз на любительском диапазоне На 144-500, да, попадает минимум И здесь у нас значение 1,7 и 46 Ом сопротивления Ну, то есть, вполне работоспособна Учитывая то, что ее большая такая высота Можно рассчитывать на приличную дальность связи Именно вот на данных частотах Так, теперь Еще что хочу сказать Когда антенну будете горизонтально Ну, накручивать на станцию Лучше держите вертикаль Либо поддерживайте антенну тогда где-то здесь Потому что действительно нагрузка создается приличная Не выломайте антенный разъем Так, теперь смотрим на верху диапазона Так, теперь диапазон 400-470 По троечке тоже смотрим Где она будет Ну, от 410, грубо говоря До До 465 Грубо говоря, тоже Так, а минимальное значение у нас на Ну, вот где-то на частотах ПМР как раз тоже Минимальное значение Ну, где-то вот здесь, да, наверное Смотрим Ну, тут как бы пологий график Поэтому 20331 сопротивление Ну, то есть Вполне антенна Рабочая Но вот из-за своих конструктивных особенностей Конечно, может быть Работать с ней Не особо удобно Интересно, конечно, бы проверить Как она будет работать в реальных условиях С такой высотой подвеса Не с такой площадью излучения Но это Не знаю, может быть Как-нибудь выберемся Да, проверим В городе, конечно Смех это вызовет, мне кажется Работать с такой антенной Но в лесу где-нибудь Если окажемся, проверим Ну, что, удивили, да Мы вас сегодня Вот такой вот образец Антенного производства Забавный, конечно Может быть, у кого-то Данные антенны уже были в наличии И кто-то их использовал Расскажите тогда Об их эффективности Понятное дело Что это неудобно, конечно Но, в принципе Если хотите обеспечить Приличную дальность связи То можно попробовать Конечно, такие антенны Ну, у кого вопросы есть Тогда задавайте в комментариях Попробуем ответить Ну, в общем-то Все я рассказал Наверное, не должно быть Никаких вопросов Название, кстати У этой антенны Я не вижу Ни на сайте Ни здесь нигде не указано То есть, ни здесь Ни на упаковке Ни на коробке На самой Названия нет Но я ссылку дам На продавца Посмотрите Если интересно Все На этом тогда закончим Не забудьте подписаться На канал Это Vivo Telecom Всего вам доброго До свидания